Восьмой урок истории миссии. Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе. Спасибо, что Ты открываешь, открываешь для нас тот путь, которому Ты вел верующих от начала создания Церкви и до наших дней. Спасибо, Господь, за биографии Твоих людей, которые прошли свое поприще и сейчас являются просто наблюдателями за тем действием, которое Ты совершаешь в эти дни на земле. Спасибо за миссии. Спасибо за великое поручение. Спасибо за Дух Святой, которым мы движимы. Спасибо за благодать, которой достаточно для любых ситуаций. Спасибо, Господь, за Твою любовь, явленную на кресте Голгофа, которая достигла до нас. Достигла нас. Спасибо, Иисус Христос. Спасибо. Мы Твои дети, мы Твои люди. Ты Бог наш. Веди нас, Господь. Мы идем за Тобой, поверив Твое слово. В Твоем Иисусе Христа. Аминь. Восьмой урок мы закончили. Точнее, мы начали про Раймонда Лулия читать. И сказали, что Бог явился Ему во сне через видение Спасителя на кресте. Да, и Он от своей жизни богатого распутника принял решение следовать за Богом, посвятить свою жизнь служению Богу. Он откликнулся на зов Божий соответственно тому служению в том веке, в котором Он жил. И это была жизнь в монастырях. То есть, верующие уходили в монастыри, занимались постами, молитвами, размышлениями. И Он считал, что это доказательство любви к Богу, то, что Он ведет жизнь уединенного монаха. Уединенного монаха, совершенно отошедшего от всяких соблазнов мира. Другое откровение Лулия привело Его к ответственности перед окружающим. Он написал книгу «Древо любви». И в ней Он говорит об откровении, которое стало Его миссионерским призывом. «В лесу, наедине с Богом, далеко от мирской суеты, Он встречает пилигрима, который, узнав об избрании им уединенного образа жизни…» Запишите, да? Эгоизм. Жизнь уединенного монаха этот странник называет эгоизмом и призывает идти в мир и нести другим людям весть о Христе. Именно это откровение подсказало Лулию обратиться к миссионерской деятельности, в частности, к проповеди Сарацину, самым ненавистным и грозным врагам христианства. Дальше он пишет в книге «Вижу множество рыцарей, идущих в землю обетованную морем, думающих, что они смогут захватить ее силой и оружие, но в конце они все будут уничтожены, прежде чем смогут оплатить желаемым. Поэтому мне кажется, что нужно пытаться завоевать землю обетованную любовью и молитвами, пролитием наших слез и крови». Такое откровение у него о служении. То есть, первое, он желает служить сарацинам, мусульманам, и служить он хочет любовью, молитвами, слезами и кровью. Своей, не чужой. Следуя этому откровению, Лулли пишет много времени изучению арабского языка. Девять лет трудов. Интересная история. Девять лет трудов, которые чуть не пропали даром. Он нанял раба, раба сарацинов, для того, чтобы он его обучал языку арабскому. И этот раб был недоволен тем, что Лулли ему доказывал, слишком много слышал доказательств в пользу Христа и начал ругаться. И Лулли не выдержал, ударил его, тут ударил его, по ножовщина началась. Лулли потерял контроль над собой, ударил раба по лицу, раб ответил, схватив оружие, нанес серьезный рану своему хозяину. За это преступление мусульманин был арестован, заключен в тюрьму, где покончил с собой, боясь, что его ждет нечто более страшное. Это явилось ударом для Лулли, но больше укрепило его в решении проповедника мусульманам Христа. То есть он девять лет и звучал арабским. Он потратил, решил подготовиться, потратил. Как здорово, что мы живем в такое время, как во времена Первой Церкви. Помните, мы факторы распространения христианства, способствующие по римской империи перечисляли. Один из факторов какой был? Дороги. Дороги. Второй. И уже наше цельное покрытие. Покрытие, да, относительный мир через, да, через римские легионы, по этим дорогам, да, то есть и еще очень важная была свобода римской философии, которая позволяла свободно мыслить и еще язык, да, молодец, Феликс, язык, да, один язык на всей империи. И сейчас, когда мы начинаем, да, с двадцатого века, какой язык стал, стал фактически международным языком. Английский. Английский. То есть плохой английский, как Владимир Владимирович говорит, да, самый популярный язык на этой земле, это плохой английский. То есть способность общения на одном языке, то есть в любой стране мира, в принципе, можно, да, найти того, кто будет говорить на английском языке. Русский был, да, во времена Советского Союза, да, русский по пятнадцати республикам, да, и, кстати, и другим коммунистическим странам, постсоветского, да, пространства коммунистического. Русский во многих странах знают, в Восточной Европы, в Африке знают, даже в Финляндии знают. Вот. То есть сейчас мы живем во время, когда есть один язык, который понимают многие-многие народы, английский. Лури изучал девять лет, девять лет арабский язык, и здорово, здорово посвящение тому зову, который он принял, появилось убеждение и решение к действиям. Лури было за сорок, когда началась его активная миссионерская деятельность. Лури было за сорок, да. Позже он вспоминал, на какие жертвы ему пришлось пойти ради этого. У меня были жена и дети, я был достаточно богат, я вел советскую жизнь. От всего этого я с радостью отказался ради блага людей и ради несения святой веры другому народу. Он отложил значительную сумму денег, чтобы обеспечить жену и детей, а оставшиеся по традиции Франциска Осисского раздал бедным. Запишите. Миссионерская деятельность Лури проходила по трем направлениям. Это апологетика, образование и евангелизация. Он изобрел философскую систему, помогающую убеждать нехристиан в истинности христианства. Он основал миссионерские колледжи и сам пошел к мусульманам и стал им проповедовать. Вклад Лури как христианского апологета очень огромен. 60 книг, около 60 книг он написал по теологии. Большая часть адресована мусульманской интеллигенцией. Тема, которую он развивал в своих трудах, чаще всего относится к Богу Отцу. Он видел свою миссию в том, чтобы испытать, не сумеет ли он сам на конференции с их мудрецами убедить кого-нибудь из них в истинности христианской веры, показав им согласно божественному методу воплощения Божьего Сына и три апостаси благословенной Троицы в божественном единстве сущности. Он стремился установить парламент религии и желал бы встречи лицом к лицу смелого монотеизма и ислама с откровением Отца, Сына и Святого Духа. Считая нужным вести миссионерское образование, Лурий, по примеру Колумбы, видел в монастырях идеальную учебную базу для будущих евангелистов. И опять этот пример с ученичеством. Церковь, институт, миссионерство. Он много ездил, обращался к церквям, политическим деятелям с просьбой поддержать его в этом направлении. Король Иаков II испанский был одним из тех, кто понял его в 1276 году с энергичной поддержкой и финансовой помощью. Лурий основал на Найорке монастырь с 13-ю францисканскими монахами и учебной программой, включавшей изучение арабского языка и географию миссий. О, у них тоже был предмет по миссии. География миссий. Класс, да? А у нас сейчас история есть. Лурий мечтал организовать подобные центры обучения по всей Европе. Но нужно было убедить католическую верхушку в их необходимости и ценности. А это оказалось нелегко. Над ним мы смеялись, просто игнорировали. Власти, казалось, были заинтересованы в мирских удовольствиях и личном обогащении, нежели в организации миссионерских предприятий. Но, несмотря на отсутствие поддержки, он добился успеха, организовав другие монастыри, также ориентированные на миссионерскую работу. Величайшей победой в области образования явилось решение об изучении арабского языка в университетах Европы. Он добился принятия такого решения на соборе в Вене. Что привело, по его мнению, к началу диалога между христианами и мусульманами. Интересный факт. Дальше. Он понял, что учить проповедовать – это одно дело, и совсем другое – идти проповедовать самому. Он уже был в порту Генрии, готовый отправиться в Тунис. Его вещи находились на борту корабля. Толпа сторонников готовилась прощаться с ним. Вдруг в последний момент его охватил ужас. Как он вспоминает позже, он почувствовал себя парализованным. При мысли о том, что может случиться в той стране, куда он отправляется. Мысли о пытках или пожизненном тюремном заключении представились ему так ясно, что он не мог сдержать своих чувств. Его вещи выгрузили. Судно отправилось без него. Почти сразу он раскаялся в своей слабости и решил плыть на следующем корабле, несмотря ни на что. Хотя его лихорадило, возможно, из-за нервного напряжения, он сел на корабль. И так началось его собственное миссионерское служение. Страхи оказались обоснованными. Тунис был мощным центром ислама в Северной Африке. Много пострадавшим от частных набегов. О крестоносцах вспоминали с ненавистью и горечью. Однако, приехав туда, он не встретил большой враждебности, как того боялся. Он объявил о своем приезде ведущим мусульманским ученым. Затем созвал конференцию, чтобы обсудить достоинство христианства и ислама в сравнении. Лули пообещал, что если ислам докажет свое превосходство, примет его как свою веру. Мусульманские лидеры согласились встретиться, и Лули предоставил первую возможность продемонстрировать свои миссионерские методы. Дальше интересная доктрина, то есть учение, которое он записал. Защищая христианство, выдвинул доктрину, которая по Цвимеру была до мозга костей ортодоксальной и евангелической, с малой примесью средневековой теологии. И с еще меньшим количеством римских идей. Основные его доказательства совершенно пригодны сегодня в спорах с мусульманами. Давайте цитату почитаем. Каждый мудрый человек должен признать тот факт, что любая религия, чтобы быть истиной, приписывает величайшее совершенство высшей личности. И не только развивает достойнейшую концепцию во всех его качествах, его праведности, силе, мудрости и славе. Но и демонстрирует гармонию и равенство, существующие между этими качествами. Но их религия была порочна в том, чтобы признавала только два активных принципа в божестве. Его волю и его мудрость. Оставляя праведность и величие Бога в бездействии. Словно эти качества оказывались бессильными и не приводились в активные состояния. О христианской вере невозможно предъявить объединение в подобного рода пороки. В своей доктрине о троице она развивает высочайшую концепцию божества как отца, сына и святого духа в одной простой сущности и природе. В воплощении своего сына Бог проявляет ту гармонию, что существует между праведностью Бога и его величием. А в личности Христа он является истинным единством Творца и Творения. В то время как в своих страданиях, которые он претерпел ради своей огромной любви к человеку, он выявляет далее божественную гармонию, безграничные праведности и снисхождение. Снисхождение своем ради нас, людей, ради нашего спасения и возвращения в безгрешное состояние совершенства, претерпел все страдания и жил и умер ради человека. Реакция на выступление Лули была смешанной. По крайней мере, проявили интерес к дальнейшим диспутам, но большая часть его аудитории осталась уязвлена словесной атакой. Неудивительно, что Лулия бросили в тюрьму. В ужасе ожидал смертного приговора, вместо этого его побелька камнями выслали из страны. Но он тайно нарушил суровый приказ. В течение трех месяцев прятался в прибрежном городке Горлета. Свидетельство обучителя. В отчаянии от отсутствия свободы вернулся в Европу, провел несколько лет в Неаполе, оттуда отправился во Францию читать лекции. И трудится над созданием книг о своем новом методе, постоянно находясь в поисках добровольцев для планирования миссий. Лулия также обратил свое внимание на евреев. То есть, если мусульмане были первой целью его миссионерской деятельности, то также он обратил внимание на евреев, которых винили практически во всех бедах общества, в результате изгнали из Франции и Англии мягкое наказание в сравнении с той политикой, которую проводила испанская инквизиция. То тут и там раздавались голоса в защите евреев, и среди них громко звучал голос Лулия. Он устремился к ним с той же любовью, что и к сарацинам, представляя им Христа как их мессии. Так. Смотрите, что происходит. Он был в возрасте 75 лет, 75 лет. После 15-летнего отсутствия он вновь вернулся в Северную Африку. На этот раз в Гуге, на восток Алжира. Использовал тот же метод, как и в Сумисе 15 лет назад. Собрал конференцию, устроил диспут. Смотрите, что я в одном диспуте Аллах сказал. В одном из своих доказательств по подтверждению Цвимера он опирался на 10 заповедей в качестве совершенного закона Божьего. Затем показал из их же книг, из мусульманских, что мусульмане нарушают почти каждую из этих заповедей. Другим излюбленным аргументом Лулия в споре с мусульманами было противопоставление семи основных добродетелей и семи смертных грехов только для того, чтобы последовательно показать, насколько лишены мусульмане первых качеств, и насколько погрязли в последних. В общем, и на этот раз публичные дебаты в Луле долились недолго. Его посадили в тюрьму. В течение шести месяцев стражники написано, усиленно искушали его всеми чувственными соблазнами, на какие способен восток. То есть ты такой тут умный, святой высокого накала. Мы сейчас мы тебе покажем, как ты будешь справляться. Шесть месяцев искушали его в тюрьме. Запретили в итоге находиться в Буге. Он вернулся в Европу. Карьера миссионера, однако, не закончилась. В 1314 году, когда ему было уже за 80, он еще раз приехал в Тунис, где его возраст обеспечивал ему определенную защиту. Да, ну что там со старика возьмешь, да? В 80 лет. Возможно, с годами он стал мягче. Потому что мусульманские власти предоставили ему много больше свободы, и он обратил несколько человек. Только тогда он понял, что служение среди мусульман было проигрышной битвой. Вместо одного сарацина, обратившегося в христианство, писало, 10 и более христиан становятся мусульмами. Несмотря на то, что последний приезд Лулии в Тунис оказался успешнее других, он не принес ему того, о чем он мечтал, ведь венца мучеников. На Лулии повлиял дух времени, в котором он жил, где среди францисканцев царила мания мученичества. Умереть служа учителю считалось высшей честью. Поэтому в 1314 году он не побоялся вернуться в Гугию, чтобы повидаться с небольшой группой обращенных и окончательно испытать себя. Более 10 месяцев старый миссионер жил тайно, общаясь и проповедуя своим обращенным, пытаясь повлиять на тех, кто не был обращен. Наконец устав от одиночества, мечта и о мученичестве он открыл, в открытую вышел на рыночную площадь и сообщил, что он является тем самым человеком, которым они однажды изгнали из города. Он говорил с любовью, но смело и прямо. Исполненное фанатичной ярости, возмущенное его смелостью, не в состоянии ответить на его аргументы, толпа схватила его, выволокла за город. Там он по команде, или по крайней мере с попустительством властей, 30 июня 1315 года, был побит камнями и вскоре после этого умер. Так, вот эту фразу запишем. Он оставался верным своему призванию, всегда неся личную ответственность за распространение вести о Христе. Он оставался верным своему призванию, всегда неся личную ответственность за распространение вести о Христе. Помните, на первом уроке мы читали отрывки, где описывается великое поручение, да, идите во весь мир, подповедайте Евангелие, делайте учеников во всех народах. То есть, вот эта фраза говорит о том, что у каждого верующего есть личная ответственность за распространение вести о Христе. То есть, это не просто ответственность церкви. Да, конечно, да, конечно, церковь призвана, но мы призваны самим, Господом Иисусом Христом, нести благую весть. В том месте, где мы есть, в том месте, куда мы призваны, в том качестве, в каком мы призваны. Лулий был один из тех, кто до конца оставался верным своему призванию и нес личную ответственность. Мне это очень понравилось в его характеристике. Аминь. Идем дальше. Следующий миссионер Лас Казас. Лас. Одно слово. Казас. Второе слово. И у нас уже 15 век. И это уже миссии в новый свет. Лас Казас. Родился в Испании в 1474 году в семье торговца, который плавал вместе с Колумбом в его втором путешествии. Получил ученую степень адвоката в университете Саламанки. Он отплывает на остров Испаньолу, в Гаити, в остров Гаити. Там он работал консультирующим адвокатом-правителем. Он быстро привык к роскошной жизни, к роскошной жизни и образу жизни колонистов. Он участвовал в набегах на их поселения, индейцы, местные жители. Он участвовал в набегах на их поселения и использовал их как рабов на своей плантации. Только когда ему перевалило за 30, он испытал духовное перерождение и стал искать возможность служения, став первым священником, рукоположным в Америке. Запишем. Что Лас Казас, да, стал первым священником, рукоположным в Америке. Внешне, однако, он изменился, его образ жизни ненамного. Лишь постепенно он стал приходить к пониманию того, что отношение к индейцам не соответствует истинной христианской морали. И в возрасте 40 лет порвался с этой системой и начал борьбу с ней. Позже присоединился к доминиканцам, монашеский орден, да, помните? Обретя поддержку тех, кто сочувствовал его взгляду. Оказался очень пламенным защитником индейцев и очень часто ездил в Испанию, ища поддержку в защиту своих взглядов. Служение Лас-Карзаса было не просто гуманным, в первую очередь он уделял внимание проповеди и в течение нескольких лет ездил по Центральной Америке, выполняя работу первопроходца. Однажды он убедил местного вождя, все время нападавшего на колонистов, сложить оружие и позволить всему племени принять крещение. Чаще всего процесс обращения проходил трудно из-за колониальной политики европейских поселенцев. Дальше, уже в возрасте 70 лет, в возрасте 70 лет он был назначен епископом Чиапас, совершенно нищей епархии Южной Мексики. Этот район он выбрал сам, отдав ему предпочтение перед более процветающей епархией, хотя, по словам Латурета, он знал, что это будет одним из самых тяжелых испытаний в его жизни. Многие испанские плантаторы обвиняли его в том, что он выдвинул идею принятия новых законов, изданных испанской короной, предоставивших детям свободу и защиту. Испанские земледельцы просто не обращали внимания на эти законы, поскольку введение их действий по мнению плантаторов разорило его плантацией. Ласказос, в свою очередь, приказал своим священникам отказывать в отпущении грехов таким плантаторам. Началась необъявленная война. Многие из священников Ласказоса открыты, не подчинялись ему и через три года. Отчаявшись и обессилев, он отказался от епископства. В 1547 году, в возрасте 73 лет, он покинул Новый Свет и больше не возвращался туда. Но его борьба за человеческие права других людей продолжалась в Испании, до самой его смерти еще почти два десятилетия. До девяносто лет боролся. До сих пор этого человека помню как одного из величайших гуманистов, миссионеров в истории христианства. Так, сколько у нас времени? Не думаю, что мы будем начинать. Давайте, если есть вопросы, можете задать. У нас восьмой урок это я думаю, что через парочку недель сделаем промежуточный экзамен. Ну, запишем, что вы учили. интересно, что пролули, если вы вспомнили. несмотря на то, что его желание любовью проповедовать Христа мусульманам, то есть, вместо настоящего меча он принес меч Слово Божьего и на всех дискуссиях активно разбивал мусульманских апологетов. только к концу жизни, когда силы уже не те были, да, Христос больше мог проявиться через него, да, и, соответственно, и власти мусульманские, они давали им больше свободы. Иногда мы так поступаем, что приходим и берем Библию и давай калашматить доктринами. Да, но язык, который понимают все люди на земле, это язык любви, язык божественной любви, божественной любви, безусловной любви. И спасибо, Господь, давайте помолимся, спасибо, Господи, за удивительные, удивительные примеры жизни Твоих людей. Спасибо за то, что мы можем это изучать, можем рассматривать их, молиться, Господь, о нас самих, о мудрости Твоей свыше. Спасибо, Господь, спасибо, что Ты призвал нас нести Евангелие в Бог.